сейчас подождем когда мне тут все запустится и так снова всем привет друзья сегодня с вами евгений макаров и илья цель назор здравия всем здравия мы поехали начинаем как видели тему я решил после вот своего видео такую сделать считаю что это нужное дело и сразу немножко почитаю ваши комментарии так насчет торжка напишите пожалуйста где это потому что илья собирается в питер и туда сможет отправиться так андрей павлов обрезатель видео ну да кто заметил я очень сильно урезал тот стрим потому что казался мне слишком длинным 4 часа так что часто просят чтобы покороче делать да ну чтобы смотреть удобнее в общем то я так и сделал вот что значит не останавливать тебя это не меня джонни несет это не меня несло там был интересный собеседник в общем люди знают кто там был елена литвинов здравия всем привет друзья давайте подходите все 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 и мы поедем ну вот конечно эту тему уже обсуждали сейчас я запущу кстати себя чат на телефоне в общем эту тему мы так или иначе затрагивали или отчасти или целиком но вот в свете новых каких-то данных исследований да есть о чем поговорить кто смотрел видео называется что это портал забытой технологии новые видео у меня на канале там я затронул тему того что вот эти ротонды или их еще называют шатры да вот ну есть ротонды вот сейчас я показываю вам ротонды круглые ротонды могут быть как отдельно так и внутри здания или сверху здания внутри встроены в здание могут просто отдельно стоять в парке просто в городе да где угодно они могут быть и разных размеров даже те же беседки даже если они новодел очень часто они строятся рядом со старыми античными зданиями когда их там всякие организации захватывают и надо сказать даже новые постройки да они они каким-то образом действуют то есть по любому те кто их строит заказывают они знают что делают пускай даже это они действуют немного не так как раньше да но в качестве там допустим порталов или телепортов но они действуют и вот а там у меня в видео было другая немножко до ротонда такая как шатровая и еще нам кто-то написал называется на сени но принцип один и тот же там есть купол крестово купольный но даже как парусный купол под ну где свод внутри там есть розетка излучатель что там висел опять же непонятно там каким-то образом там каким-то образом висело какое-то оборудование потому что я показал множество контактов срезанных там прямо видно под куполом ну и сверху естественно антенна крест было замечено что там червы эти символы символы праве и в общем я так подумал что почему их изображают например здесь одни силу то другие то это значит порталы в разные миры известны как там правь славь я я фита наш мир и допустим нафи мир нави про мир нави про портал мир нави я показывал в другом видео это как бы про из европы из европей европейской части там храмов таких много и там как бы все указывает на то да особенно старые всякие гравюры что похоже что это служители нави служители мара скорее всего ну и соответственно портал внутри алтаря туда же вел и как-то они там общались у них книги какие-то там раскрыты это видео уже было давно вот ну и без видео даже не добавлю что символов очень разных много очень особенно старых фото есть фото допустим франко-прусской войны очень странным есть видео об этом и там очень много ротонт причем они похожи на газетные киоски так называемые они и как и арки стоят вот на перекрестке и там очень много разных символ черно-белые фотки но хорошего качества то же самое их очень много видно даже на фотографиях и очень много осталось современных ротон до ее их предназначение но если церкви чтобы помолиться то ротон да наверно что под дождик и спрятаться хотя они стоят в очень странных интересных местах и действительно не непонятных назначения и в огромных количествах хотя их уничтожают сносит но все равно огромное количество даже сейчас можно видеть в разных местах так илья а ты скажи я сейчас прямо здесь и наберу а вот это можно в любой момент вернуть эти фотографии что но ты можешь наберет франко-прусская война например фотографии 19 век до 1870 год фотографии парижа франко-прусская война вот у меня была под видео прям точно ссылка была но сейчас в поиске должна вы найтись потому что на world digital library есть там специальный подраздел там можно по и по годам найти и по событиям и по авторам по фотографам так сейчас этого сейчас оцифровка идет фотография от номера и vdl так называемый сайт vdl кому там много чего интересного есть ну там искать нужно давай просто в поиске ты набери и все давай я наверно беру и мы видим огромное количество ротонт париж вот и до года оставлю 870 год фото да даже 70 один остался да не важно 70 до 870 это будет проще чем а вот ну давайте посмотрим что здесь можно найти но посмотри там помимо разрушение так называемых необычных ну сделай демонстрацию и пролистывать там много чего интересного и вот можно посмотреть это очень сложно объяснимо то есть париж того времени с высотками как этом вашингтон того времени со снесенными крышами то есть что за оружие могу снести эти крыши и количество арок и ротон просто потрясает это знаменитая там арка парижа она не единственная их там много было ты сделал демонстрацию да 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 вот и вот одна арка была только что сейчас вот она это уже после это это не война вот франков русская война вот это арка да это явно не арк до триумф это нет ни триумфальная и вот ротон . прям по центру стоит такая маленькая мин часовня мини ротон . да 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 тоже непонятно то то есть вот для чего она нужна следующий давай знаешь мне издалека напоминает русскую печку имели еще посадить сверху да вот что это зачем это куда это ну да хорошо так ну тут наверное ничего такого особого вот именно давай война 870 попробую франков русская война это париж 9 910 ты четко когда да ладно сейчас попробую ну видишь он чего дает тогда не фото а вот некоторые фото есть когда люди не знаю чутил с пушками никого про вот это и на источник да вот париж во время франк вот нажми ли в журнал может потому что это будет или посмотри дальше сейчас посмотрим туда пошли но она тоже интересно потому что люди явно позируют с пушками и явно не знаю что делать сейчас загрузится хумус у него хороший материал так что у вас это ничего все вот явно позируют люди люди с одной стороны вот это вот колонна неизвестно куда делась вот это да справа да 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 она огромная она как александрийский столб только больше было и потом не выдержал понятно что беспроводное электричество везде фонарики а реки однотипные давай дальше баллон какой-то ушки не знаю дали не знаю что с этим что с ними делать позирует вот вот непонятно разрушение и такой почти весь город то есть странно сверху бомбили что ли то есть остались здания но как-то взрывной волной это что тогда не было даже динамита даже динамита нет ну вот интересно смотри какие снаряды или это мешки я не пойму снаряды это слишком большой калибр ты знаешь какое пушка должна быть для этого калибра это не знаю 25 сантиметров это 250 гаубицы не было таких давай ниже да вот это вот очень интересно опять же вот мостовую то есть чем резали это понятно вот эти эти разрушения с одной стороны дом как бы целый а вот отдельный дом он как вот в середину про проел кто-то это как-то вакуумный взрыв внутри причем такой а вот слева ротон за смотри а вот она наконец и они вот я смотрел world digital library там они буквально тут через каждый через каждое фото то есть их было огромное количество и это не киоски газетные либо какие-то тогда еще и газет как бы не был друзья обратить внимание что вот видно хорошо вот прямо круг большой большой диаметр то есть это и обожженный по краям то есть это какой-то взрыв плазмы и он сжег все моментально не вызвав разрушение стен я сделал об этом видео как бы но там под сто тысяч просмотров да но не все вот анализируют характер разрушения учитывая что тогда по официальной версии даже не было динамита дымный порох максимум что за оружие сносила либо стену как срезала либо попадая в здание условно изнутри как бы уничтожала как здесь да прям все съела вообще тут минимум да они обожжены и вот что может обжечь гранит условно да потому что туда облицовка вида не кирпич даже а если бы это была какая-то вакуумная она бы само здание все разрушил ну если была современная взрывчатка да вот такого разрешения не было это похоже на тип оружия который применялся в этом замечательном городе во флориде или где там а ну да 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 и в бостоне и там нью-йорке да все везде таких фото с такими разрушениями 19 века полно вот люди явно позируют просто стоят смотрят на пушку да и они не знают что с ней делать это просто как потому что как применялись раньше бушки они потом перестали применяться суша тут везде такие дома да я говорю то есть такое печенье что весь париж подвергся ядерные какой-то бомбардировки большому взрыву сверху вот каким оружием можно вот так как бы срезать дом потому что явно он шел дальше и срезанный да тут видно примут с одной стороны да 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 идем дальше от ножом здесь он тоже неизвестно что стом да не нет вооружения и только с одной стороны армия якобы немецкая в одной униформе нет пленных нет ни людей гражданских не женщин не детей не стариков разбросаны кирпичи и по ним проложены дорожки тропинки буквально то есть чтоб легче ходить было то есть какой-то взрыв как правило одномоментный потому что если в одном месте взрывается то другое место чисто смотри еще здесь странный воздух как будто он чем-то наполнен . то ли дым то ли писал когда то ли стою потому что пыльные бурые бурые они шли вот тут ну дальше то есть надо делать все таки волды что лайбри там где именно улице именно париж и там огромное количество этих ротонт сейчас не смогли найти но найдем не разрушение то мы посмотрели конечно да тоже знаменательные примечательно давай дальше интересные фонарики да не проводов и ламп каких-то не ничего нету то есть явно масло к ним и газ не поступали так здесь все что-то не то сейчас 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 то это тоже более поздний период вот хватану давай попробуем так фото париж врат капруская война да ну вот у тебя наверху прям было ну да бывают такие оба насеки набираешь яндекс поправит а вот я тебе еще и говорю то есть я там на что только это не прожить осмотрел да они с разного материала как правило ну и камень и железо наверху понятно как у маячков такой резонатор скажем так накопитель заряда я думаю с ртутью но он принимал на себя концентрировал совершенно разные энергии и вот если дальше смотреть ну давай пониже может где увижу пока пока что то все пока только бутафоре странное разрушение да и позирование людей вот не похоже что эти люди прямо ты сбоя вернулись нет неких фотографий боев нет фотографий пленных вот что то есть фотографии разрушений очень странных разрушений и фотографии людей которые позируют да тоже вот куда это тарочка ведет она в центре просто площади в центре это арка она никуда не идет как часто люди тратят десятки тонн первоклассного кирпича и статуи украшают это статуями для ничего просто вот просто так я думаю что не настолько глупые примитивные предки пыли которые могли построить такие прекрасные здания по таким технологиям которые мы утеряли просто так вот никто ничего не делает просто так в этом мире просто даже прыщики не вскакивают вот на любой ткани еще какое-то сооружение что здесь был да вот явно процесс демонтажа некоторых колонн видно в одном месте я видел я вот у себя в фильме вставил купол прямо не явно что сняли его то есть они его не реставрируют они его сняли и вот это тоже там было было фото как будто они стягивают что-то сверху с этой колонны а вот это уже более современная фотка и не на к в этом год у тебя виден год сейчас посмотрим если каждому есть из ниже в андомской куши площади в париже так ладно сейчас ниже смотрим чтобы не задерживаться там точно тоже не не то пошел а вот арочка смотри правее и и ниже вода вот одна арочка вот это уже и смотри нету крыши крыши на здании остовники это колонна бывшие наверное да и вот она демонтирована видишь потом поставили бутафорию вот арочка да 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 вот вот пожалуйста портал вот идет как бы в никуда как и ротонды на ротонды локальные тебе просто так типа поставили да 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 не годится то есть это не пропускной пункт ничего и причем наверху явно затерта вот смотри крыши на этой арочке вот как фотошоп или что там такое непонятно что-то было потыка сейчас я просто еще что-нибудь подходящее одно и то же пока попадается везде разрушение ты пока ткни на какие-то разрушения чтобы люди посмотрели и подумали как и чем можно эти разрушения нанести молодые деревья и как срезанная крыша и внутри пусто вообще да то есть если это мы видим целые стены значит некий заряд если это снаряд да неважно он прошел не через стену то есть не сбоку соответственно либо снизу либо сверху снизу пол целый земля соответственно остается сверху вопрос во первых чем во вторых это чем нужно поднять да так вот этот у них маловато и какая-то современная уже сейчас и вот люди сами могут поизучать в фонаре какой интересный то и они там до сих пор сейчас остались такие только лампочки обычный на 903 год вот немножко раньше от именно война и она очень показательно то есть такое что это не войну снимали люди зачистку вот после зачистки победители вошли в пустой город и начали снимать то что там было вот и все пустые улицы вообще просто абсолютно да хоть шаром покати перекати поле здесь еще добавить и ветер такой да и везде затерто небо то есть не облаков ничего небо странное везде дно и дымка вот от страна всех упали напрягал дымка это пыльные бури до что в ней тире они что к там романова еще катаются среди ты среди этой бури что да где угодно и вот еще остались крыши интересные одинаковые вот решеточки атмосфер количество статику собираю до такие же крыши кто знает на гуме у нас в москве абсолютно не везде я довезу в теремке эти до старых музеи там там же такие ну да да ухты вот он вот он это есть не ошибаюсь вот тот самый когда загорелом и и как раз репортаж вот который много таких да их много таких нет там смотри шпили нету шпиля это другой таких много было но он расположен там же дам ты пари шпиль сзади шпиль высокие его видно даже вот с такого ракурса носит носит и ошибся и посмотри входа вон а они все одинаковые технологии 1 ты увидел одну машину увидел все потому что четыре колеса условно немножко отличается там отделка и прочее так посмотрим здесь движение мой канал цельнозор и франко-прусская война и там под ней ссылочки сейчас и там прям на world digital library вот он ты далеко этот фильм находится довольно да то есть видео и смотри вниз может может быть по названию как найти может быть в толку брусской войны конечно война эта песня во еще тоже звук вот это сейчас сейчас друзья все будет извиняемся за заменку но бы немножко не да не в тему пошли не ну нам нужно найти то что надо поэтому все в порядке все в порядке и извините я пока не читаю чата может быть в этом что-то пишите еще нажимать и вот в vdl волды что library work напрямую любую да да я думаю любую обязательно сейчас и про ротонда поговорим и кое-что я вам покажу интересное и вот они пошли то есть там на каждую можно тыкать и за ней что-то стоит и вот ниже ниже там и разрешение и мы найдем да вот тут вот не то нет это не то назад и да и там ты увидишь вверху там тоже есть сейчас мы их найдем да но тут лучше видны именно разрушение характер разрушений ну например там что вот тут надо например этот дворец или лестнице к павильону нажми немножко мы не в тему на думаю люди поймут вот смотрим да то есть мы видим цельные колонны потому что непонятно чем как бы с они срезаны они черные и оплавлены и видно что разрушение шли откуда-то сверху потому что наиболее искореженная вверх и наиболее почерневшая часть это она сверху да точно вот тут чернее прямо как будто обугливалось сверху то есть сверху это явно и так перемолоть мрамор и гранит как мы видим куски на полу не могло никакое даже современное оружие вот таким образом это огромная сила взрыва это нужно мгновенно накрыть нагреть эти колонны чтобы они от температуры вот так потрескались от мгновенно то есть за секунду до несколько тысяч градусов и вот этот вот температурный контраст он и привел к тому что они как бы взорвались как бы раскололись могут кого из под снаружи смотри они не разломлены одним ударом наполам они как повзрывались вот пораскололись подкололись сушаем можно такое создать плазмоидом вот я и думаю что это скорее всего что-то похоже это был не один большой это вот потом добивали маленькими такими маленькие тарелочки летали и вот бомбили конкретно по очагам сопротивления оставшимся что-то не переключаются здесь ничего назад нужно к интерфейсу при это приспособиться сейчас друзья вот и вот там наверху ротон дочки есть тоже интересны где-то наверху вот рекомендую поэтому мировая вот цифровая библиотека и вот там поискать самостоятельно всем кто нас смотрит потому что ну есть о чем подумать рассматривайте фотки но есть начиная от того как жили люди во многоэтажках сколько много разных колонн и ротон и для чего это и почему почти во всех нету ни стекол зданиях не крыш срезанные и почему нет фото другой армии например ротон дочки где-то были довольно много но это тут много фоток надо искать тут нужно несколько страниц и вот смотри да 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 вот смотри что-то такое нашел сейчас да вот она вот она попалась друзья который конец и вот наш мида ухты ничего замечательный пример того что это такое для меня явно что телефонная будка да да кто звонил и вот сзади четко как типовые многоэтажки типа вот современных такой пени что это из 60-х советский союз да 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 только без крыш крышу снесли вот если потому что купола были это понятно что без электричества без водопровода в них жить нельзя их много вот мы видим там их ну и мы видим огромный мегаполис по площади не меньше чем сейчас очень много фоток и очень много такого качества ну во первых фото молодые деревья понятно потому что иные в ядерном взрыве не не выживут и вот это такой явно что там внутри для человека место для одного да именно для одного то есть у меня один вариант что вот они круглые и квадратные и вот такие как бы двух двух купольных то есть один понятно что она разрушена взрывом то есть чего то вот мы видим следы повреждений на краях что-то там должно быть но вот замечательное качество да класс вообще замечать пример того да что это она вези они везде практически арки и вот такие штуки явно если да поговори вот поизучай вот дверца какая-то вот открыть закрыть это явно дверцы видишь там ручка такая и это допустим можно предположить что вот тут был какой-то по ну чем-то закрывался стекло или что-то другое но этот материал оказался не такой стойки да как и наверху и он разрушился рюшечки такие как бы да там уже остались а я думаю что они еще по контуру шли потому что это не рюшечки это некий излучатель а как работают излучатели я покажу в следующее видео как с помощью направленного излучения на даже звукового даже звукового просто вибрации получается и левитация и много чего другого это уже будет видео нормальных экспериментов похожих уже проведен да 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 не будем ждать с нетерпением так ну друзья ну конечно мы вот я помню с романом обсуждали всякие беседки и там даже чуть ли не туалеты да то есть у нас да вот это не туалет до явно не туалет на туалет на такую надстройку строить нет смысла нет смысла совершенно абсолютно и такой красоты делать туалет тоже нет смысла и открытым туалет не бывает ну и в нем как-то извините даже неудобно и это одна из то есть там же мы много видели мы видели круглые железные ну на вскидку железные да и вот рекомендую людям вот самим посмотреть по этой по этой ссылке так ду мировая библиотека во франко-прусская война и сейчас попытаюсь даже кстати да разместить все это скинуть всем привет кто точечный удар да все верно мрамор границ совпадения гры-гры мра да невозможно гранит взрывчаткой так вот взорвать будет ли как осколки царапины и прочее но вот такого чтобы они как бы сами и сверху кусками разве разлетелись может это лифт лифт портал очень похоже так я к чему я говорю то есть арки с такими излучателями под именно в самих арках странные но не бывает так они четко сфокусированы на 1 это не на украшение у них четкий шаг промежутки между собой они четко сконцентрированы и сфокусированы на одну точку роман вот они все были позолочены роман давай присоединяйся ты где привет глобальный вопрос спасибо за интерес с нами там был не увидел его комментарии а я просто не увидел роман ну ты если здесь давай заходи к нам на огонек мы тебя призываем роман приди к нам но если захочешь так тут еще я заметил будет ли стрим по аномальным зонам вполне очень интересная тема туда же можно добавить еще там какие-то ведьми на деревне места силы и вот кстати илья оттуда снимал одно из такое место там ну скоро еще на одну поэтому венен круг такой из камней интересный роман штайн мы тебя тоже ждали так присоединяйся валер ты что давай ешьте звал а рома говорит присоединяй сейчас ром присоединим у меня немножко здесь тормозит поэтому если роман сейчас перри рома мы только на час помни об этом нет ты говорил на два часа я правда прошло почти 40 минут так и принципе можно показ отдать тебе ром потому что тебя помощней будет система его привет да привет 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 но я тогда у себя тоже запускаю запускает мы подождем и тогда замуж на демонстрацию давай сразу с ваших фоток ротон то я вклинился со своим старыми то есть я просто хочу показать что они бы это распространенное явление это не новоделы просто многие хейтеры говорят что да ты все придумаешь это арки новоделы ты сейчас налепили такую лепнину цветочки просто для украшения и так далее и арок таких не было дают я просто показываю что ротонды это не просто ротонды не от дождика и это ли не одной цепи это арки чуть более большие локальные это ротонды а совсем маленькие это вот такие вот буфетики это вот именно маленький ротонды мы что мы видели потом типа киоски вот юрки буфетики да 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 потом мы начали их использовать вот на старой хронике видно типа для продажи там либо снаружи их начали обклеивать объявлениями и многие думали что это вот и изначально было построено чтобы там обклеивать объявлениями там типа вот кино афиш и прочее прочее нет уважаемые как мы видим на фотках и видели это имело другие цели и было изначально в середине 19 века и явно не для не для кино афиш же не давай сам да 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 друзья ну вот мы просто решили смотреть париж 70-х годов 19 но принципе можно рассматривать любой город не обязательно в европе где-то там или в америке да можно и у нас потому что абсолютно такие же ротонды такие же беседочки такие же будочки непонятные как там из рома их рассматривали они повсюду абсолютно просто повсюду в любом городе больших количествах и естественно их потом стали обклеить афишами так это я ссылку скинул так сейчас я может быть скину ее даже потом если мы помним если мы помним начали и храмы как кинотеатра использовать и как склады и так далее потом пошел карга культ потом поменяли все антенны на крестики хотя и сами крестики были изначально потом антенными первое время много чего это не говорит о том что изначально эти ротондики не могли быть чем-то иным кроме как киосками афишными меня заинтересовало вот это вроде бы да это наверное просто проект на компьютере сделаны я так понимаю однако насколько мы здесь видим в общем то она построена по всем правилам а единственно что скорее все это карга культ потому что я просто сделают не имея понятия ни о чем а может быть а может быть если это заказывают какие-то влиятельные состоятельные люди они как раз знают о чем речь почему потому что скажу так что есть такие беседочки типа да где-нибудь там допустим рядом с нашими музеями которые располагаются в античных зданиях также погребенных глиной на многими там много этажей и они я надо сказать выглядит уже вот как вот старинные старые да у них там и антенна такая с каскадом этих именно шариков резонаторов и купол 80 в общем все как полагается по всем канонам надо сказать что что и там можно что-то почувствовать вот например то что где я показывал это располагается рядом с метро китай города рядом с администрации президента там реально старый храм естественно тоже засыпаны до перестроенной отчасти и вот это ротонда она родная то есть там видимо переделки было мало то есть нету нету карга культа а но зато убраны оборудование и там чувствуется что тут реально стоишь по центру и что-то чувствуешь обратить на это внимание но вот например здесь видим скорее всего вот этих колонн четное число я просто уверен купол сверху еще поменьше такой как бы этот барабанчик мы видим и в центре стоит какая-то штуковина я не знаю это вот каких времен вроде бы наверно все таки современная но вполне возможно ротонда еще на та самая настоящая какие еще бывают ротонда они бывают полу ротонды бывают например наверху колонны или наверху столба ограды я такой я наблюдал в ботаническом саду есть главный вход ботанический сад цицына он по какой-то странной причине получил огромное деньжище и прямо буквально после войны его стало восстанавливать вернее не восстанавливать а сделали то есть там выделил была выделена огромнейшая территория да очень здорово после войны типа денег нет а ему там дохрена денег вы делили он его построил все это сделал на самом деле я считаю что скорее всего там все это было особенно ограда вот это не с ротондами такие то есть колоннами их как всегда пар на они как себя пар на работают. Две таких одинаковых сооружений. Причем там видно, что они занесены полностью. Основание там глубоко уходит под землю. Также там была река полноводная большая и она засыпана вся. То есть там ручеек остался. И там сверху стоят ротонды. Видно, там какие-то окошки есть в определенных частях. И то, что там что-то как будто срезано. Что-то там было внутри. Насчет вот этого я ничего не могу сказать. Но здесь вот это устройство, если оно настоящее, вот видимо как-то с ним взаимодействовал человек. Единственное, я пока не могу понять каким образом допустим он попадал туда куда ему надо. Телепортировался. Что нужно было там произнести. Сим-сим откройся или сим-сим закройся. Или там хочу улететь. в тайгу, в пустыню, в Америку. Ну вот как-то это действовал. То есть должен фантастика нам навязал вот такой образ, что любое устройство, да, телепортация или перемещение во времени, оно и должно иметь пульт. вот эти пульты мы... Сейчас я наберу. Как же мы там набирали? Ром, ты здесь? Роман, ты здесь? Роман! Ну ладно. Так, беседки. Беседки. фото девятнадцатый век. Тут тоже много интересных вещей. Одна из них вот это вы видите. Это гороховая какая-то ротонда или гороховая усадьба. Это где-то, по-моему, в Питере или под Питером. Где целое здание вокруг нее, да? Да, вот. Ладно, давайте ее сейчас покажу, коль я о ней не стал вести речь, чтобы мне не плавать по разным темам. Да что ж такое-то? Легенда знаменитой ротонды на гороховой... Представляешь, армавир был, елки-палки. Ты о чем? Вот только что армавиры. Кстати, дорогие друзья, приветствую вас всех. Я присоединился чуть позже. Привет, Илья. Привет, Жень. Привет, привет. Я смотрел твои видео. Очень круто про новоделы этих стен, этих пушек. Прям аж от души. Мне охранник рассказал, говорит, вот будем строить, короче, исторические эти... Слушай, истории прямо делают в наглую, создают на наших глазах и прямо под нашим нос. Ну да, мне многие местные написали под первым видео, что там вообще лет 10 назад ничего не было. Толком. Валы были, а вот все постройки их недавно построили. Ну, так же не бывает, да, вот одна линия оборонительная. А в одном месте, значит, эти... Чистокол деревянный стоит, да, против пушек в самый раз. В другом месте кирпич, в третьем месте из камня, в четвертом вообще ничего не осталось. так как-то... Так и живем. У меня еще третье видео выйдет о золотом Акенов, ну, то есть эти... Рай... Скифы, да? Ну, пускай скифы. Ну да, золото с такой чистотой можно, конечно же, на коленке получить, причем массово. Ну да, ты же путешествуешь. Это шлементарно, да, 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 и причем такой, так его использовать, такое качество ювелирки, которое сейчас сложно получить, мягко говоря. Это все просто. Ты сначала добудь материалы, из чего это делать, потом обработай их, расплавь. Да, еще в таком количестве, где, ну, везде было во всех церквях и сейчас во всех этих курганах и так далее. Так, друзья, ну вот, показываю вам для начала такие беседочки. Они есть ротонды. Причем, они могут быть не обязательно, они могут даже быть деревянные, но купол будет металлический и антенна сверху. Тут, как бы, видимо, не зависело даже, не всегда зависело от материала. Ну, здесь почему-то сразу попадаются. Вот смотрите, например, между двумя зданиями просто стоит такая крыша. А вот пример, ну, возможно, что это новодел. Вот пример одной из таких беседок, про которую я и говорил. Я просто уверен, что вот если по центру здесь встать, особенно, особо чувствительные люди на всякие такие вещи, они обязательно что-то найдут. Ну, купол резонирует явно, он вибрирует и стоячая волна идет, и вот в центре, в фокусе, да, это будет чувствовать. потому что если назад вот проверни, это понятно тоже вполне покрытый. Там слишком много металла, вот предыдущая была. Ты говоришь, возможно, новодел, где. Ну, вот, и это в том числе, да. Вот это. Там было такое массивное по краям фонарики, которые и раньше были такими же фонариками, также светили в поле этого купола работающего. вот такое количество металла просто так для современности мало кто может себе позволить. Нет, это старое. Мое мнение, что это реально допотопное сооружение. Да, и еще вот эти вот узоры такие, да, вот такие решеточки тоже это все не просто так. Внутри что-то было, убрали. У меня комментарий, Денис Чеботарев пишет, привет, на ВДНХ половина павильонов с такими ротондами. Совершенно верно, я там эти павильоны знаю, они все интересные, очень многие из них с какими-то витиеватыми узорами, и возникает вопрос, когда эти павильоны вообще сделаны. Самая главная задача вообще у нас найти правильное предназначение этих ротонд, и что у них внутри было. В них что-то по-любому находилось. Ну, как у любого купольного сооружения, например, чем маяк не ротонда, казалось бы, да, но в маяках точно было оборудование, которое позволяло, только энергия направлялась на свечение. Там такие же ртутные лампы, там вообще во всех старых маяках поворотные механизмы были, в ртути плавали, то есть ртуть была и снизу, и сверху, и вопрос действительно, как вот в этом высокочастотном поле, который создавал купол с качевого полна, как это используют, какими катушками это снимали, как направляли. Но, скорее всего, это были катушки. Я скоро сделаю видео, как катушкой можно из звука, из вибрации получать переменный ток, но переменный ток самых нового вид энергии. И вот я вижу четко аналогию допустим Терфей, Маяков и Ротон. Почему бы нет? Привет, Шизики, Шизофреники. Привет, Шизики, Шизофреники. Господи. Спасибо за 1 евро и за приветствие, многократное приветствие привет Шизики Шизофреники. Да так оно и есть, друзья. А вы не знали, что измененное состояние сознания ведет к открытиям? Поэтому любой ученый он шизофреник. Так что все в порядке. Но Чезарь Ламбразо в своем труде гениальность помешательства утверждает, что одно от другого неотделимо. Так что будем считать, что нам сделали комплимент. Давайте по-другому скажем. Давайте скажем по-другому. Шизофрения это форма болезни, которая присутствует у всех людей. Только у кого-то она менее развита, у кого-то более. В в дурке только те, как-то спалились. Шизофреники везде. Кстати, тут еще один комментарий интересный. Kia Optima пишет 0721. Ну, узнал я, что история врет. И что дальше? Как дальше жить? У вас, кстати, тоже много расхождений. А вот как дальше жить? По крайней мере... Рома, извини. помни, какие шарики прелестные, просто роскошные шарики. Они по контуру. Они не только один большой резонатор в центре. Вот эта рупорная антенна идет, рупор, раскрывается в фокусе этого рупорна. Интересно было бы постоять, действительно, даже сейчас. Но по периметру замечательные стоят шарики. Это точно не для украшений. Еще такой момент. Еще такой момент. Вот эти... Нет, я абсолютно с тобой согласен, что это не для украшения. И вот эти вот кресты, да, вот такие вот, такие узорчики сделаны. Они тоже не просто так здесь сделаны. Именно такими. А также вот эти вот кольца, направленные, допустим, каждую в свою сторону. То есть по кругу, как вот лучами. Они, допустим, направляются куда-то еще. Ну, в колечках, допустим, могли молочные шары стоять, то есть для освещения в чистом виде, которые в поле высокочастотным, как вот сейчас ртутные лампы, энергосберегайки, лампы дневного света, так называемые, они в высокочастотном поле в любом горят, без подведения проводов. Вот такого типа были молочные шары там изнутри. Что-то вроде люминофора простейшего и капелька ртути была в шарике с разреженным. То есть там не избыточное давление было, а наоборот, чуть ли не вакуум. И в том вибрационном поле в стоящей волне, который создавали вот эти вот ротонды, оно могло светиться. Да, это известно, как бы об этом тоже как-нибудь видео будет, но молочные шары уже многие о них говорили. То есть в этих шариках в крошечках могли быть просто осветительные приборы быть. А вот то, что наверху шарики точно не для красоты. Вот, отлично, что я нашел от фотографии. Называется «Видовая беседка в парке имени Фрунзе». Про нее мне, к сожалению, сейчас не вспомню, кто присылал материал. я, как говорится, обозначу. Это санаторий Фрунзе, город Сочи, да, и вот парк в этом санатории. Ну, вообще санаторий Фрунзе старинное здание. Если ты наберешь санаторий Фрунзе, город Сочи, посмотришь. Да, сейчас вот обсудим эту беседку. Что замечательно, наши захватчики самые интересные допотопные здания маркируют своими именами. То есть Ленина, Фрунзе, хотя там ни Лениным, ни Фрунзе не пахнет. Это все старые имперские и допотопные здания. Интересно, вот зачем? В общем, интересные факты про эту беседку такие. На данной фотографии она та самая. Как свидетельствуют люди, которые были тут еще даже чуть ли не в советское время отдыхали, да, и она еще была она в прямом смысле слова работала от ветра. Причем она поющая ротонда или беседка, ее так и называли. Потом что-то случилось или может быть вернее кто-то, ну скорее всего я думаю из КВД там или из этих органов что-то там сделали, то есть что-то сломали. Якобы что-то сломалось там. И она перестала работать, то есть она перестала петь, да, звучать именно от ветра. А ветер, видите, тут ветра полно и всегда, потому что это море. Ну это утверждают, что вот ветра, чтобы как-то объяснить это, а на самом деле это могло вибрировать как естественным образом. Да, включенным. Сейчас просто выключили, это первое заземлили, второе убрали пару проклада, грубо говоря, и заменили вот эту верхушечку круглую. круглую. И все. И оно перестает. Ломать-то многому не надо. Заметили, да, что дачи правительственные тоже, они все в старинных зданиях. Да, потому что сила там еще есть. Время-то оно нелинейное, и можно сказать, что его нет. То есть те энергии, которые были тогда там, они все еще есть там, на этих местах. Приветствую, у вас Марта Кондакова. У нас... Секундочку. Ну вот пока у нас есть секундочка, я немножко расскажу о поездке. Значит, прогулка по крепости звезде стоит 30 рублей с человека. Значит, потом пороховой погреб 120 рублей с человека. И сколько? По-моему, тоже 120 рублей стоит музей. Ну, скажем, в палеонтологию я не заходил, это первые два этажа, потому что практически везде все одинаково, смысла нет там показывать кости мамонтов, там и всякую такую лабуду, да, которую якобы нашли после там, какое, Сарматское море было или какое. Вот, ну, это, конечно, чушь по поводу морей. Это все было залито, естественно, там рядом и мамонты, и киты, они все будут на одном уровне, друг с другом перемешаны, оно так и находится, кстати, на той же глубине все это раскапывается, либо вообще на холмах, вот у нас по Кавказу, Краснодарский край, Ставропольский край, в основном холмогорода, холмистая местность, и вот когда добывали у нас там рядом даже вот сколько, ну, километра три от меня добывали песок из таких холмов, да, и, по-моему, ну, лет 20 назад копнули вверху, вот до сколько этот экскаватор дотянулся, и могильники упали, выпали просто из горы, но опять же это скифам приписали, мол, типа, хоронили так, старший пахан умер, как говорится, и всех под одно гребенку в одну могилу, вот такая вот ерунда с золотом, с детьми, короче, там, вот так вот они это все у нас объясняют, вот, что касается Азова, пошли там на третьем этаже, так что, кто будет в Азове, в принципе, зайдите, очень интересно, но там целая куча вопросов возникает по поводу золотых украшений, золотых изделий, потом медь, бронза, ребят, ну, если кочевники, то извините меня, во-первых, многие минералы, это горные минералы, правильно? Из чего там делают металлы, да, выплавляют, и вот давайте узнаем, как кочевники добывали это все, и получается, они кочевали, ладно, сезон там стадо какое-то попасли, я не знаю, там, лошадей табун, да, попасли, либо еще что-нибудь, ну, что могли кочевники, делать, овец тех же баранов, допустим, ну, сегодня здесь, завтра там, там, ну, пусть они год, там, сезон, причем сезон, дальше они поперли, и вот эта жизнь в палатках, я не знаю, как-то это, так, смотри, друзья, у нас наши, наши друзья из Риги, а у нас в Риге много ротонт, с большими цветочными горшками, пустыми, на крыше, ну, в принципе, это теперь они цветочные, раньше-то в этих горчках могло быть то же, что и в вазах наверху, ну, да, вполне, это, по моей версии, это ртуть, для создания поля определенного, эксклюзива волны, стоячей волны, а то, что на крышах, то, это как раз таки говорит о том, что они используют для того, чтобы вот, людей перевозить, скажем так, так, и вот я сейчас открыл, немножко другую, вещь, однако, что тут интересно, ну, тут видим саркофаг, который обычно, где-нибудь откапывают, в том же ржавчике, да, например, в селе, таких там, штуки 4 открыли, так, ребят, я немножко перебью, у меня, какие, вот, то, что вопрос, задавал, а как мне можно, а как мне можно, забанить товарища, которые нас, дегенераты, 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 чего, дегенераты, он нас хвалит, видишь, дегенераты, 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 он уже в третий раз кидает, и называет нас, 60 рублей за оскорбление, ну, пускай будем считать, что он штраф платит, а, да, в принципе, да, молодец, пускай кидает, что, не жалко человеку, молодец, молодец, спасибо за евро, ругай, ругай нас побольше, почаще, да, можешь ругать, вообще лучше 1000 евро, да, за 1000 евро можешь прямо обругать, вот, давай, вперед, товарищи, можешь сэкономить свое время, как анекдот, да, давайте я говорить, на всю 1000 поругаю, да, 25 раз вот ты назвал, можешь сказать, что вот 25 тысяч раз ты нас назовешь, 1000 евро сразу кидая, и будем считать, что 25 тысяч раз нас назовешь. Давайте я все-таки оставлю, это самое, ответ человеку дам, вот Kia Optima пишет, ну, узнал я, что история врет, и что дальше, как дальше жить, у вас, кстати, тоже много расхождения, начну с конца, расхождения у нас у всех хватает, и у каждого свой взгляд на этот мир, так же, как и у вас, у вас свой взгляд, да, на этот мир, вот, но чем больше разных мнений, во-первых, они уже в любом случае отличаются от официальной версии, во-вторых, чем больше мнений, тем мы ближе становимся к истине, потому что выбора больше становится, и что больше и лучше подойдет под это все, чем больше это все, как говорится, объяснит нам, то и будет ближе к истине, во-первых, во-вторых, идем, ну, узнал я, что история врет, и что дальше, а что дальше, ну, предупрежден, значит вооружен, понимаешь, вот что дальше, в первую очередь, мы давно уже все пришли к единому мнению, что у нас есть захватчики, которые уничтожили прошлую цивилизацию, которые сейчас сделали из нас рабов, по крайней мере, мы знаем, расхождения у нас нет, да, к большому счету у нас троих расхождений нет, да, почему мы втроем, извини, продолжай, есть, как говорится, мирная война называется, бойкот всем этим паразитам, первое, не брать кредиты, второе, меньше потреблять, извините за такое грубое выражение, меньше заниматься потребляством, но неужели человек может умереть без каких-то ненужных ему вещей, то есть берите то, что вам первая необходимость, там, еда и одежда, и все, но это надо, надо освобождаться от этих арков, понимаете, если ты сидишь дома и говоришь, блин, я не раб, да кто тебе это сказал, относятся так как к рабам правильно, поэтому, если они к нам так, то и мы должны к ним так, в любом случае, вы сами видите, как правительство относится к людям, да, вместо того, чтобы запретить вот эти вот, кабальные организации, которые вот, да, вот, быстрые деньги называются, это как минимум, ладно банки, я молчу, там еще как-то более-менее, но в любом ключе, благодаря этим процентным судным, да, у нас растет инфляция, мы сами себе делаем инфляцию, потому что мы берем кредиты, мы их отдаем, у вас же больше в карманах денег не становится, чтобы отдавать больше, правильно, вот, а что касается, ну, вот как правительство разрешило, кабальные организации, быстрые финансовые, ну, микрофинансовые организации, и плюс разрешили вот этих вот придурков, которые ходят, да, я считаю тех людей придурками, никчемными абсолютно, причем, которые ходят, выбивают деньги, они ни на что не способны, дегенераты кончены, вот, я не знаю, те, кто работает, скажите мне, как называют, коллекторами, коллектор, во-первых, это то, куда говно стекает, так что, ребят, извините за выражение, ты отдалился, да, система немножко не та, в общем, почему, к чему это все приведет, приводит, ну, вообще, какой толк от того, вот, вот он весь толк, ты начинаешь понимать всю систему, мироустройство, да, я согласен полностью, могу лишь немножко добавить, нет понятия, нам врут в истории, ну, то есть, на истории зиждется очень многое, чуть ли не госустройство, то есть, государства появились, понятно, когда, то есть, нам не врут не только в истории, потому что, вранье глобальное, и если ты понял это, ну, ну, понял, что нам врут в истории, да, то есть, ты понял, что нам врут везде, и уже, что делать дальше, а дальше уже, поскольку нам врут и манипулируют, то, мне кажется, раз ты уже это понял, то это первый шаг к освобождению. И вот самое время для начала, что дальше? Ну, на мой взгляд, самое время принять первое самостоятельное решение, а не то решение, которое навязано и к которому принуждают. Поэтому я считаю, что человек сам должен принять решение. Это вот мой ответ тому человеку. Время принимать решение. Дальше ты действуешь сам, а не тобой. Вот и все. Да, Ром, продолжай. Ну, это да. Да, нет, я-то закончил. Я попытался ответить. Человеку не понравилось, что мы не ответили на вопрос. Уже ли самому человеку не доходит? К чему вообще это все ведется? Ну, такие вопросы, включай в свой мозг. Время самостоятельных решений, а не решений, которые принимают за тебя, подтасовывая, манипулируя и давая ложную информацию. На такие вопросы мы частенько отвечаем, они периодически возникают. И это очень хорошо, что мы на них по-новому отвечаем, потому что повторение мать учения. И, в принципе, вопросы логичные и нужные. Для чего и почему, да. Человек хочет знать, для чего и почему. Абсолютно. И вот он же задает сейчас, говорит, пишет. Вот самый главный вопрос. Вы все знаете, понимаете. Вы стали жить лучше? Я скажу по-другому. Я стал чувствовать себя свободнее. Я сколько? Уже лет 10 как не беру кредит. Понимаете? Лет 10. И мне они не нужны. А я стал просто жить, потому что раньше это была не жизнь. Не моя жизнь. А теперь я, понимая, как меня, грубо говоря, используют, этому могу освободиться от этого и действительно жить. Потому что раньше была не жизнь. Я не знал, как реагировать. А старая руса, классная фотка. Друзья, нас действительно увели в сторону. Спасибо, что заметили об этом. Я считаю таких людей отчасти провокаторами, потому что они, видимо, намеренно какими-то такими сбивчими вопросами пытаются увести с темы. У вас это не выйдет, друзья. Мы обязательно вернемся в русло. И извините, вы в обломе. Так что можете задавать такие вопросы. До свидания. Еще маленькая, маленькая. Это Рому провоцирует на политику. Да, дело не в этом. До свидания, друзья. Вот Сергей Патриот тоже там написал кое-что. Я прочитал, я понял, во многом согласен. Но, будьте добры, не пишите такие комментарии в чате, пожалуйста. А, но, ну, знаете, всякие е, если, но и это от лукавого. Так что до свидания, пожалуйста, с вашими но, если и. Но вот объясните. Пожалуйста, у вас есть интернет. Набирайте вопрос. Прямо в Яндексе забивайте. Я хочу знать все. И вам будет много интересных ответов. И вы все найдете. Есть комментарии, коллеги. Пусть пишут в комментариях. Вот скажем, выложим мое видео и пусть пишут. И мы и ответим. А я тут, я хочу... И тут я хочу договорить про вот эту. Сначала я туда перейду. Илья, я понял, что тебе хочется там обсудить. Я здесь не закончил. Потому что здесь мы видим... Я не думаю, что это саркофаг для усыпальниц. То есть это, как я и говорил, да, есть такие римские... Есть у меня видео, римский магнетрон, да? Древний римский. Они монолитные все, да. То есть там внутри было что-то... Ну, проще говоря, это генератор частоты. А вот это все... Это, ну, так скажем, система... Нагнетания. Нагнетания, да, да, да. И, по сути дела, видимо, это именно... Ну, проще говоря, большой генератор. Для чего? Неизвестно. Но вот эти все заостренные углы и множественные... Это портальные, кстати, вещи-то тут тоже, видите? Да, потому что энергию направили формой. А есть версия по Ишкардиану, что это умножитель частоты. То есть там от узкого конца к длинному шло как бы... Ну, увеличение частоты. Регулировка некая. Да, 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 согласен. Регулировка, да. То есть эти саркофаги, их потом стали ставить на могилы. То есть мы видим, они цельные. Многие из них просто цельные. Вот я на кладбище показывал, в кладбище Болхово. Там тоже есть несколько таких саркофагов. То есть они стоят над могилами, они цельные. Так, теперь переходим к той фотке, которая мне тоже очень понравилась. Вообще роскошная. Да, роскошная. Я добавлю. Тут прекрасно все. От куполов до якобы иудейской звезды. Это резонатор. Это конкретный резонатор. Вся вот эта... Вся конструкция металлическая, да, как ты видишь, Илья. Вот это все тоже. И, видимо, отчасти еще другой материал. А, стекло какое-то. В общем... В общем, кстати говоря, вот эти вещи обсуждались, насколько я помню, у техденсера в его статьях, где он говорил, типа, про садоводство прошлого. Я не помню, как там называется, типа, каким образом там оранжереи содержались. По такому же принципу. То есть откуда бралась энергия подпитки, там, воды, там, сколько было нужно, да? Вот, фонтан, посмотри. Фонтан 6 метров. Это сколько атмосфер нужно давления. И как? И где-то я не вижу крепостных в лаптях, которые рядом. Насос какой-то качают, там, вручную. Либо ослика по кругу ходящего. Но это что, полное чувство? Да и сам насос вызвукового давления нужно как-то сделать. Явно не кузнец сделал деревенский. В одной... В одном экземпляре, да? Да. А где брать детали, если что-то сломается? В то время, когда сделали эту фотку, иудеями, при всем моем уважении к ней, не пахло просто в России. Тут явно такая же шестиконечная звезда в Непале на каждом шагу. Скоро выложу видео. То есть это явно не символ одной религии, что бы о нем ни говорили. То же самое пятиконечная звезда в Чили на церквях. И в Чили, и много где еще. И вот видео было по Сан-Франциско у нас, да, Женя, помнишь? Там тоже на одном, на одном и так называемой церкви, то, что потом стали называть церковью, потому что нет крестов на ней в то время. Пятиконечная звезда. То есть неважно, сколько там концов у звезды, к религии это не имеет никакого отношения. То же самое вот на этих маковках. Мы не видим крестов. Это антенны. Тут интересуется, видимо, по поводу фонтана. Гидротаранный насос. Такой вопрос. Скорее всего, да. Гидротаран, он как явление присутствует, но он не дает постоянного потока давления. А тут, видимо, постоянное давление, скорее всего. И мы видим прекрасную выдержку фотки. То есть это нельзя списать на что-то. Я знаете, что могу сказать? Совершенно очевидно, для чего вот эти все купола, антенны. То есть энергия направляется в центр. То есть она собирается. Скорее всего, здесь и пол какой-то особенный. И маленькая антенна наверху. Все это связано в единый контур. Я что хочу сказать. Вот представьте себе, да, вот этот фонтан. Здесь, наверное, какой-нибудь бассейн или там, ну, то есть, куда вода стекает. Представьте себе, что, насколько структурирована здесь вода. Она в буквальном смысле целительная. Она живительная, да. Живительная. То есть ее пьешь, и просто тебе хорошо становится. Ребята, у меня тут был логичный вопрос по поводу того. Вот был потоп, допустим, а ротонды сохранились. Как? Так много чего сохранилось. Я думаю, что под ротондами еще здания имеются. Да, 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 да. Я думаю, что это, скорее всего, верхняя часть здания. Либо пол потом подняли немножко. Может. Вот что я вижу в этом. Это копия некой структуры, как Crystal Palace и других. Потому что Crystal Palace в Лондоне в 852 году якобы четвертый, там, три раза переезжал. Это огромное сооружение из прекрасничкового стекла. Это выставка мировая, якобы первая из известных. Но вот копия такая же. И в России были такие технологии. То, что мы видим сейчас, это говорит о том, что и в России были такие технологии. И это было массовое явление. Такое качество стекла недостижимо, согласно официальной версии того времени. Мартеновские печи появились в 870 какой-то год, чтобы сделать вот такую прокатную сталь, которая была недостижима. Соответственно, электричество... Да, кстати, многие купола из металла сделаны, да, из балла. Прокатная... А откуда они взяли? А электричество откуда взяли? На фонтан, откуда взяли насос высокого давления, когда не было электричества официально. Только генерация пошла там в начале 20 века. То есть, как это все было? То есть, каким образом и где стекла столько взяли? А ведь это стекло, ну, как и кирпич, да? То есть, такое количество энергии, которое нужно, чтобы сделать такое количество кирпича, которое ушло якобы официально на строение 19 века, у Кунгурова есть замечательное видео. Цифры просто зашкаливают. Нет такого количества угля и не добывалось в то время. Не говоря о том, что кирпич более светлый, чем если бы углем его делали, он был бы темный, он был бы с копотью. И здесь то же самое. Такое качество стекла невозможно без его изготовления с помощью лучшего газа. Но газа тогда не добывали. А как такое чистое стекло получили на этой ротонде? Это великолепная фотка. Если можно, Женя, сохрани. Как-нибудь пригодится. Я ее уже сохранил. И вот я попытался другие сейчас открыть. Да, давай дальше. Пока открываете, я маленький вопрос зачитаю. НН пишет. А в прошлом были могилы или кремировали все же? Я думаю, ни то, ни другое. Что-то мне подсказывает, что в прошлом, во-первых, первое, люди дольше жили. А во-вторых, допустим, как в Тибете, да, скажем, в пещерах, да, сидят великаны, да, и все это самое. Ну, насчет сжигали, тут еще тоже вопрос, когда начали сжигать. А, скорее всего, до этого, возможно, и воскрешали людей. Почему? Потому что, во-первых, люди живут за счет электричества внутри себя. Сами знаете, что по нервным окончаниям течет ток. Во-вторых, эти ротонды, которые тоже есть, находятся рядом с кладбищами старинными, да, допустим, более-менее старинными зданиями, вернее, кладбищами, скорее всего, они передавали электричество. Да и вообще как-то странно это все. Так, друзья, вот нашел другой вид ротонды, это, возможно, что это полуротонда. Видите, здесь полусфера, и вот это вот отражатель куда-то, ну, не знаю, наверное, в эту сторону. Там розеточки такие. Ну, смотри, там розеточки, излучатели, да, они четко сфокусированы на одно место, то есть, они, это какой-то излучатель, либо, а любой излучатель этой приемного устройства, одностороннее просто. Куда-то вот это. Принимало что-то с одной стороны и сфокусировало в центр. То есть, ну, какой-то, не знаю, как телефон, который звонит по одному номеру, можно сказать. Очень интересная тоже ходка. Так, здесь похожая система, тоже, видите, здесь, да, открытая часть, соответственно, приемы передающие. Видели, что вся энергия шла той личности, которой памятник поставлен. Тоже хитро, бодло, некрасиво, но что делать? А вот теперь мы видим прямой портал. Сверху устройство генерации, а вот тут, вот, видимо, и происходил сам процесс перемещения. Ну, это резонатор такой, вилочка, которым настраивают. Обалдеть вообще. Вот это мне очень понравилось. Только наоборот. Надо сохранить. Ты не думаешь, схожести не видишь? Вижу, вижу, конечно. Камертон. Только наоборот, перевернутый. Ну да, ну да. То есть вот туда. Да, только наоборот, вибрации из земли тоже направленные. То есть, ну, то же самое, как купол. Принцип тот же самый, что и в любой циркви. Массивное основание, вибрации. И здесь то же самое, кстати, с моей камертоной. Обратите внимание, сверху купол, да, вот этот купольный волновод, такой генератор. Слушай, подожди, а он что, переделанный или это другая? Нет, это оригинальный. Нет, 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 нет. Просто есть еще фотка, вот она правее, да, вот смотри, тут китайская. Да, тут китайская, типа, миссия, миссия. Чего? Одно и то же самое, ну что вы? Тут мне больше всего интересует, что это разные. Это железный, да, немножко тоньше. Немножко иной материал просто, и все. Это разные места, это разные, разные места. Но принцип действия один и то же. Вот тут тоже самое, камертон. Подкова вниз, да. Вибрации собираются из земли вверх и то, что там сверху вниз. Слушай, я так думаю, что здесь действовало как здесь, так и вот в самой беседке. Принцип тот же, да. Работало. То есть ты мог и здесь переместиться, и здесь. Отлично. А вот это я хочу, друзья, даже приблизить ее хочу. Посмотреть получше. Что-то у меня как-то больше всего здесь вверх понравился. с антенкой. Прям вообще шикардос. А ты смотри, какие там пупырышки. Ух ты, блин. Пупырышки для статистики. Обалдеть. И вот те самые кругляшки, о которых ты говорил, там наверняка в ней что-то было. Классный вопрос, ребят, появился. Дмитрий Исупов спрашивает. Халявное электричество. Хорошо, но откуда источник энергии? Где? Вы же приемники только показываете. Он везде. Источник в воздух. Всю, друзья. В эфир. Эфир, да. Как хотите назвать. Энергии нулевой точки. Смотри, какие резонаторы. Как в Азии, как в Индии, в храмах. Множество от этих вот. Шарик на шарике, да, как елочная игрушка. Мы таких много показывали, да, Жень? Да, очень много. Сан-Франциско такие есть, кстати, кучу. Вот ты показывал. Ох, в Сан-Франциско, вот на той, да, правильно вспомнил. На обычном здании много-много, кстати, да. И в Индии таких полно. Прямо нечто было вообще. То есть там множество разнообразной конструкции, устройств одного назначения. Для чего? Для... Ну, то есть их создавали совершенно по-разному. Вот как в природе разнообразие растений. То же самое и здесь. Да, вот мы помним, что там с Физалисом сравнивали купол храма. Но принцип один. Принцип один. То есть природные технологии. Принцип, да. Листья. То есть видно, можно найти общие черты. Абстракция. То есть абстрагироваться от мелочей, отвлечься. И увидеть общее, что объединяет все эти ротонды. Один и тот же принцип. Везде. Так, ладно, идем дальше. Здесь мы что-то зависли. Дальше. А потом что? Молнии кончились? Нет. Потом все это дело поломали. Это, во-первых. Во-вторых, атмосферное давление изменилось. Вот. И концентрация кислорода в воздухе тоже поменялась. Еще одно китайское. И самое главное, нам сказали, что чтобы получить энергию, заменили понятие энергии на электричество. Сказали, что только электричество, а других энергий не бывает. А чтобы передать электричество, только переменный ток существует. И только провода. И для этого нужно вращать, преодолевая сопротивление. Это точно. То есть нам не говорят, что есть волноводы. Нам не говорят, что есть мгновенная передача данных. Нам не говорят, что есть передача электричества, энергии по одному проводу. в 20 раз тоньше человеческого волоса. На выставке официально это подтверждено. По одному проводу передавали энергию 20 киловатт. В 20 раз тоньше человеческого волоса. Винка в раминг опять же. Такой момент. Показали это все. Они используют и никуда не внедряют. То есть, как было, так все и осталось. Сколько людей обанкротится. Не нужно будет такое количество проводов с изоляциями. Не нужно никаких надзорных органов. Не будет коротких замыканий и так далее. Все полетит в тартерары. Кому это надо? Оптика углерода. Согласен с вами. Дальше Илья написал. Как можно доказать, что эфир существует? Вы сами только что назвали то слово, которое постоянно говорят даже по телевизору. Мы выходим в эфир, дорогие друзья. Ром, ты ведешься на провокации. Нет, нет. Зачем? Люди интересуются. Я отвечаю. Я, кстати, дам сейчас маленькое объявление, если можно. Друзья, в общем, я свою видеокамеру выставил на продажу. Но нашел камеру в пределах 25 тысяч. Начинаю сбор. Так что, друзья, если есть желание помочь, в моей камере нет нормального стабилизатора. Ром, я тебе предлагаю расписаться на камере, написать глобальные вопросы, подпись и выставить на аукцион. Кстати, да. Хорошая. Это мы так считаем, как считают зрители. Если есть желание, то пожалуйста. Не просто камеры продать, а камеры глобальные вопросы. Более того, ты можешь сказать, что новая камера, которая тебе поступит в ТАР, ты будешь снимать только ею и всем объявишь, от кого она пришла, от какого магазина. Ну, возможно. Так что, если есть желание, возможность помочь, переходите на канал, канал Глобальный вопрос. Ссылочки все в описании. То есть, цифры карты Сбербанка, Donation. Буду очень благодарен. Друзья, я сам посмотрел, ну, дергается все. Стабилизатор, допустим, программный, он не очень помогает плавать, все начинает. Вы видели первую серию, вот поездки. Во второй серии я вообще ничего не делал, не включал стабилизатор, дергания очень сильные. А в камере включено. Там написано, стабилизатор, нажимаю, включаю, все включено, но толку ноль от этого. Как бы, Nokia, она и то поприятнее снимала. Nokia, кстати, тоже поломался телефон, все. Разъем менять надо. Друзья, да, так что тоже присылаю, да. Ну, в принципе, Евгений Девятьяров недавно ему помогли тоже с покупкой камеры подписчики. Он купил за 25-800, но она шикарная. У нее есть место, куда воткнуть, есть разъем, куда воткнуть. Петличку можно, это вообще шикарно, просто будет на расстоянии поставить во весь рост. Вот. И плюс ко всему, там очень шикарный стабилизатор. То есть, хоть беги, хоть иди, будет практически все гладко. Мы порекламируем марку. Какая это марка? Сонька. Понял. У меня в Panasonic вроде нормально. Ладно. У меня не работает. У меня тоже Panasonic. Так, друзья, вот что здесь интересно. Вот эта сеточка вокруг, которая, скорее всего, защищает... То есть, проще говоря, тут, видимо, шло излучение нехилое. Но внутри... что сейчас там стоит. Посмотри. Что это такое? Вот это ж какая-то штукенция внутри. Посреди прям. Это ж корабельный штурвал. Похоже на то, но это, скорее всего, как тоже нехилое. Не-не-не. Это, кстати, стальное колесо какого-то механизма, кстати, либо поднимало, либо опускало что-то. Скорее всего, временная передача. Блин, интересная тема. И катушка, да. Ты знаешь, что я думаю? Я думаю, это всего лишь кусок, который воткнули в эту ротонду, так, тупо для Близира. Ну, так, для прикола. Который остался. Нет, это не для прикола. Слишком много работы в никуда. Не бывает ничего просто так. Это что-то осталось. Часть того оборудования, которое там стояло. А может быть и целое. Может быть целое, потому что люди еще не знают, как из... Или уже не знают. Деревня какая-то ведь пришла и посмотреть на все это. Да, а ты посмотри, какие шишечки замечательные стоят на столбиках. Да, луковичные такие. Тоже не просто так. Да, да, да. А тут... А тут... А тут вот то же самое. Вот тоже, тоже луковичка. А сверху уже сняли антенны и прилепили типа флагшток. Вот это вот, если это... Флюгер. Да, флюгер, если он металлический, то это блоки... Блокатор, блокиратор. Да, чтобы... Я такие везде наблюдаю на антеннах. Он вообще никуда не годится, то есть он портит всю картину. Что на замках, да там где-нибудь, не знаю, в Италии, в Испании, во Франции. Что на... на ротондах, на беседках там. Вот, например, в том же... Не везде успели, не везде. В Танческом саду там... Ну, вот это деревянное, да, я понимаю. Заблокировали тоже. Что? Вот эта беседка деревянная. Вот смотри, заборчик вокруг нее, он деревянный. Присмотритесь получше. Да, да. Я думаю, что... Сеточка. Это не металл. Сетка металлическая, а сами эти... Ну, не балясина, балясина, может быть. Они деревянные столбики. А они могут быть иками. Это, ну, какие-нибудь мраморные. Ну, тут уже фиг его знает. Но не знаю. Не знаю. Тут из листов сшито. Я хочу немножко закрыть вопрос с эфиром. Друзья, ну, вот Илья тоже интересуется. Он пишет, ребят, я не троллю, но это самое хочется просто знать. Смотри, мы сейчас с вами общаемся по проводам. Мы просто сейчас транслируем. А что касается эфира, допустим, телевидения. Вы же сами знаете. Вот цифровое телевидение. Вы же не подключены ни к каким проводам, кроме антенны. И получается, что волна, которая идет, которая дает и цифру, и аналоговое телевидение, это и есть эфир, друзья. Эфир это то, по чем передается энергия. Можно проще. Извини, перебью. Вот в генераторе электричество откуда берется? Магнит вращается вокруг, либо рядом с куском проволоки, скрученным. Откуда берется электричество? Вот тебе ответ, Илья. Тезка, привет. Женя, дальше? Да, да, я скачал классные фотки, и сейчас мы их посмотрим. А я чуть позже тоже покажу фотки, которые я привез. Не все, конечно. Так, и начнем мы вот с Олеги. У нас осталось полчаса, чтобы не утомлять. Ты у нас время будешь, Смотреть. Или я? Друзья, а вот тут, я думаю, не нужно было ничего. Просто подходишь, что называется, рукой сюда прикасаешься, и куда-нибудь перемещаешься. это дверцы, смотри. Это раздверцы? купольная система, как в неком храме, тот же самый принцип. Основной и резонаторный, подстроечный, по краям. Да, смотри, вот это вот прямоугольный, это дверцы явно. Открываешь, заходишь и улетаешь, куда нужно. И роскошный, просто прелестный, смотри, фонарик. Фонарик вообще классный просто. Точно там, он не может быть газовым, никуда не идет. Зачем такой газовый? И трубы, вентиль. Да, и там нечему гореть, это не может быть газовым, либо масляным. Да и с газовым фонарем тоже странно, честно говорю. Вот газ горит, это ж жиры, масла от газа, они, как сказать, о понижении, оседают на стекла. Чистоты не будет, плюс если затухнет взрыв, плюс откуда газ наберется, да это чушь полная. Очень много тогда было бы сообщений в прессе о взрывах. Их не было. Смотрите, металл, раз труба нужна, правильно. Труба, вентиль, подводы трубы. Высокого давления, трубопрятные станки должны быть. Насосы, которые работают от непонятно чего, чтобы этот газ накачивался. Создавалось давление, что чтобы. Да, и в таком количестве его нереально, потому что огромное потребление будет газа на освещение. Нереально. Друзья, а вот еще покруче. Штучка. Да. И смотри, что там какой-то излучатель. Вот, вот он стоит. Прям вот, кстати, это наш ученый, да, догадался, лабиринт. Который вот такие, как бы парные такие излучатели с двух сторон, и они реально излечивают от всего чего угодно. Вот конкретно такие же. У меня есть видео, да, вибрации, лабиринт. Лабиринтик. Это Лаковский. Законный вопрос, а кто газ добывал, где и как его добывали действительно. Так я о чем и говорю, это нереально. У нас же было видео про именно освещение, про вот эти вот лампы, уличные фонари. Ну, я кстати, мне вот подписчик скидывал видео с Чарли Чаплином, Тихая улица называется, можете набрать потом после стрима, посмотреть, друзья. Вот там газовый фонарь, как ни странно. Чарли Чаплин там здоровяка, короче, травит газом. И керосинки были, да, но это не значит, что раньше не было иного освещения. Ну, и вообще они слишком опасны, я так понимаю. А еще, что вот это за такие штуки, штуковины стоят? Колокольчики. Я знаю, как это все произошло, почему появились газовые фонари. Это все была попытка, короче, замены вот этой бесплатной энергии. Да, да. Они были недолго, и электричество проводами пускали по земле, когда вот есть рассказы, где написано, что лошадей убивало во время дождя. То есть не знали, как этим пользоваться, да, и, естественно, очень много, видимо, было несчастных случаев. В том числе, я думаю, и с людьми. Здесь тоже сеточка. Вот видим, да, что все ограничено. А вот другая беседка. Но вы заметьте, есть такие вот ротондочки, беседочки, они маленькие, там вообще нереально не посидеть, отдохнуть, не это самое, они в парке стоят. Ладно, еще круглые, да, большие ротонды. Вот как ты только что показывал, как беседка, еще пойдет. Но есть маленькие. Они-то для чего тогда были? Разве для того, чтобы сидеть? Так, сейчас. А, вот такие были. То есть не обязательно они круглые, они были и прямоугольные. А вот посмотрите, сколько их много. А это уже на кладбище, да? Ну, да, потом это стало, сказали, что это кладбище, потом уже. А изначально, я думаю, это кабинки. Вот кабинки, здесь, здесь. Склеп, может быть и склеп. Ну, зачем? Вот на кладбище такие вот купольные системы, вот зачем? Это все разные. Может быть, вот это портик, да, еще как-то подойдет. Потому что здесь он что-то поставленный. Ну, кладбищ не было все-таки. Да, я стараюсь от того, что сжигали, а первые послепотопные кладбища, которые мы видим вот над слоем глины, да, они немножко иначе выглядят. То есть это другие плиты. Вот я в Болхове и в Орловской области несколько таких кладбищ нашел и по двум снял видео. Первые послепотопные и Болхов-2. В Болхове есть. Ох, какая красота. Стелла, смотри. Она тоже там не просто так и не для указаний, не для красоты. И не из Египта привезли, потому что где бы не стояла такая Стелла, говорят, что привезли из Египта. Единственное, что они смогли объяснить, как там 100-метровый Стелла в Штатах в Вашингтоне привезли. Я просто якобы скопировали. В Питере полно, в Москве, да, это не из-за Границы. В Питере из финксов дофигища, левых стоят и все что угодно. Так все же с Египта привезли, ты не знал, да? Да, конечно, знал. Конечно. даже такая огромная Стелла. Да, 500 тонн в Италии стоит, с Египта привезли. Не знаю, как, правда, в 18 веке, по официальной версии, даже 50 тонн не привезли. В Америку, да, колонну привозили, там, на баржу, на какой-то специальный, а там баржа, не рассчитана на такой вес тащить. Чем поднимают с баржи? Хорошо, привезли океан, хорошо, идеально отцентровали эту баржу, три года везли. Не забывай, Илья, что в большинстве рассказывал о том, как, что, откуда везли, допустим, из Греции в Англию, как везли, допустим, да, разные артефакты. Корабль потонул, потом с Египта что-то везли, корабль потонул, блин, понимаете, в чем весь парадокс? Тонуло все, когда везли. И вот это копии стоят, из того, что видели в моряке пьяные. Первые в Сан-Франциско, чтобы объяснить, там первые дома в таком стиле, говорят, что их и привезли из Франции. Дома, блин, Карл, дома, Карл, это нужно как-то расковырять, да, расковырять. Нет, там более, там более смешная история. Дома были собраны, построены, потом их как-то расковыряли, раствор между кирпичами, разобрали, и привезли. Да проще новые сто раз было сделать. Нет, по официальной версии, тысячи домов, тысячи в том же Сан-Франциско разбирали в Европе и привозили, строили в Сан-Франциско. Жень, Илья, вы в курсе, да, наверное, в Москве, по-моему, дом во время Сталина, да, перекатывали. Перекатывали, ладно, реальные есть фотки. Перетаскивали. Дома возили по реке, тысячу тонн, реально есть фотки в 19 веке и так далее. То есть технологии были, гидравлические технологии, были плавающие дома, это все и реально, и было, но, но не через океан же ее коломаны. Да, вот это, конечно, уже сказки насчет Сан-Франциско. Там дома, которые на панораме на той замечательного разрешения, да, качества, там они просто вот видно, что они старые, они давно стоят, и там эти дома многоэтажные, абсолютно такие же, как сейчас. То есть технологии были отличные, и строительство было классное, и то есть инженерии. Звездные формы в Японии и в Штатах одинаковые, но в Японии это 15 век, и там, не знаю, чем эти самураи строили. Гигантские, да, там их тысячи. И то же самое, якобы первые поселенцы, вот Батари парк, например, в Нью-Йорке, там сразу на карте первые несколько звездных крепостей, из нескольких осталось, там парочка, включая тух, что под статуи Свободы, и они все из гранита. Вопрос, и там еще рядом мраморные колонны, но мрамор добывают в Штатах всего в одном месте, каменоломни там существуют, в Вермонте, но она была открыта через сто лет после того, как появился этот звездный форт, с гранитными, мраморными там всякими причиндалами. Вопрос, как это все было? Индейцы, что ли? Индейцы, конечно. А кто же еще тут? С перьями на головах. Копию Парфенона сделали то ли индейцы, то ли... Вы обращали внимание по поводу самого названия гранит? Т вообще, как у нас переводится, да, сокращение? Твердь, правильно? Грани твердые, да. Грани твердые, твердые грани всего лишь. И причем, если посмотреть на его состав, да, из чего он состоит, гранит, он из всего состоит из самого крепкого, вот из самых крепких камней минералов. Вот, поэтому я считаю, что сам по себе гранит не существует, это не природный камень, это, скорее всего, рукотворный. А в том виде, которым облицован Питер, да, это рукотворный, потому что, ну, нет таких каменолоний, вокруг нигде, но другой состав. Естественно, у кварца, да, какой поезоэффект. Ну, то есть, электрический эффект, электрические свойства, у него просто сумасшедшие. И он проводит электричество и волны вместе с кирпичом. Это идеальная среда для распространения радиоволн. О чем мы умолчим? Это иной способ передачи энергии без проводов. И вот эти парашпекты, которые, вот мы видим, такие сквозные во всех городах, и они сходятся в одно место и идут по прямой, и на двух концах обязательно церкви мы видим, вот идет улица, улица, и видны купола, да, во всех, и в Орле такой, в Костроме, Кострома, копия Питера. Это волноводы, то есть, от одного здания на другой, и мы видим в пуклости в одном месте, выпуклости в другом, то есть, там принимающие излучающие элементы, переизлучающие, то есть, это горизонтальный волновод. Есть еще вертикальные, это колонны, колоннады, то есть, это просто способ передачи энергии, это улицы так построены, чтобы весь город был таким огромным энергоустройством, очень интересно, и там свою роль играли, соответственно, тоже такие же ротонды, которые не в простых местах стояли, не просто так. Илья, брось вводить людей в блуд, у нас была деревянная Русь, нифига этого ничего не было. Конечно. Вот, кстати, вот замечательная фотка, да, показываю еще одну такую беседочку, но от нее тут уже идут, видимо, может быть, это провода, вот видите, да, повесили фонарики, повесили, прям по кругу и по ней, то есть, явно такой момент, или от нее идет питание на них, или откуда-то со стороны, ну, вполне возможно, что и от нее шло питание, поэтому вот. Это какого года фотка? Какого года? Примерно 20 век, да, наверное. А, сейчас посмотрим. До революции вход в шахтерский город спаргул платный. Значит, это дореволюционный. Неа. Вот. Так что, что еще? Смотри, арка какая там еще есть, ниже, вот, смотри, вот в правом нижнем углу, правее. Да, вообще роскошно. О, ворота, ты че, какая арка. Примерно. А что это у меня? Не, Женя, открой просто, вверх поднимай. Волновода по краям. Колесо крутни вверх. Вверх, 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 до самого верха. Все открыто. Ага. Нажимай. О, вообще великолепно. Интересно. Куда это идет? Ворота. Ну, вот я о чем и говорил. Ворота, это всего лишь часть какого-то огромного этого здания. Нет, это справа и это волноводы. Они концентрируют энергию. Вот эти, да, точно волноводы. У меня вопрос, почему здесь есть, а в других городах нету таких колонок? Не всегда нужно. Значит, рядом был купол, здание, церковь, которое создавало и хватало. А тут, видимо, рядом не было. Я думаю, что это было огромное здание и эти ворота, это только, это маленький остаток того, что осталось. Нет, нет, арки везде сами по себе стоят, везде. Допустим, в Париже четко видно при съемке сверху, что она на пересечении там как паук, 8 или больше, там 16, по-моему, улиц, упираются в кольцо, которое вокруг этой арки. То есть, это была площадь, большой такой телепорт, типа вокзал, и в разные стороны шли улицы, чтобы достичь. И вот, для больших людей, для маленьких, но по версии некоего школы русского языка ясный или мутный, как там ее лучше, я не знаю, назвать, вот эти арки существуют для того, чтобы наверху священник освещал войско, идущее с победой. Ну, вот это, конечно, бредятина полнейшая, это я сразу говорю. Нет, а ты знаешь, что весь русский язык, он придуман из простых символов, да, вот как вот, ПС там писали, вот так вот, и как и звуки издавали, когда писали, вот тогда, и вот это вот слово они и придумали. Это оттуда же, да? Да, это ясно все говорит, то есть, все примитивно, то есть, нет никаких ру, нет никаких символов, образов, образария, Абр-Валк. Да, никаких Аз Бога, Бога Ведую, любовь, добро и так далее. Все это чушь собачья, вот как вот было, так вот и придуман русский язык. Вот Илья, смотри, да, смотри, тут фонтан, да, вот тут вот явно что-то еще было, что убрали, огрызок оставили, а вот внутри ротонды что-то стоит типа стеллы, опять же, да, то есть, концентрируются на нее. Идет. Да. А вот тут, вот, прямо была какая-то штука, как вот обычно, там на Лубянке такая была, тоже лобное место, такое же, на... Ну вот, копия лобного места. Тайгородское поле тоже. Друзья, а можно я вас немножко перебью с этими ротондами? Давайте немножко дадим нашим зрителям отдохнуть, я вам кое-что покажу очень интересное. А, конечно, перейдем. Правда это или нет? Я включаю демонстрацию. Да, давай. Так, видно у тебя? Все отлично появилось. Отлично. Включаю фотографию. Так, мы ее откроем в оригинале. Первая аэрофотография сделана с воздушного шара в 1860 году. На ней запечатлен город Бостон с высоты 610 метров. Друзья, на секундочку, 1860 год. Что-то я смазанности никакой не вижу, ребят. А воздушный шар он на месте не стоит. Как насчет выдержки вопроса? Это первое. Второе. Планировка. Третье. Количество застройки и стройматериалов необходимо для того, построить. Бостон, по-моему, официально лет 20 назад как начался строиться только. То есть, типа в 40-ом? Типа, да. И якобы там была парочка таких очень грязных и необразованных переселенцев. Но такое впечатление, что переселенцы, которые отвоевали у индейцев эту территорию, были, как минимум, геодезистами и инженерами, потому что многоэтажки построить, да еще в таком количестве, нереально. Ну, об этом уже терто-перетерто, но еще раз упомяну лишний раз. Это вообще был мир строителей, понимаешь? Да. Солдаты-строители, кирпичи с собой тащили на завоевание других городов и стран. Более того, война за независимость америкосов якобы с англичанами такое впечатление, что вот они воевали в это время штаты между собой за независимость, с Техасом они воевали, с Канадой они воевали, между собой четыре гражданские войны были и фотки об этом есть. Они не менее странны, чем франко-русская война. Но такое впечатление, что вот во всем этом кипише огромном была какая-то не знаю отдельная раса марсиан или еще что-то. Кто-то строил огромные дома, копии огромных соборов, копии европейских зачем-то копировал, в то же время разрушал, фото разрушения есть. То есть такое впечатление, что официальная история и войны это сами по себе, а кто-то параллельно строил огромные, огромные, просто не могу описать, какие здания великолепные, города массово. И такое впечатление, что это к официальной истории никак не относится. Это не похоже на город, который 20 лет назад только был основан. эта территория сравнима с застройкой современной. И это многоэтажки, это планировка, это огромное количество строиматериалов, это индустрия, которая должна была быть основана, чтобы построить заводы, которые вот это все могут обеспечить стройматериалами. Это нужно начать эти заводы строить за 40 лет до того. А чтобы эти заводы построить за 40 лет, то есть это инфраструктура для заводов. Это технологические линии, это расчеты, это оборудование. Это нужно людей вырастить за 150 лет до этого начать. Школы инженерные, школы обычные и прочее. Но никак официальная история ни в какие ворота не лезет. Это просто даже уже не смешно. Вот тоже у нас аэрофотосъемка. Прикольный видок, но у нас сразу на глаза попадаются вот такие места, ребята. Смотрите точки. А что это у нас? Видно, что были какие-то застройки, а это скорее всего взрывы. Воронки. На секунду, это старинные фотографии. Да. Так, извиняюсь. Всю жизнь извиняться будешь. Я сейчас еще извинюсь, пойду чайку налью. Да, я так понимаю, что Илья скоро скажет, хватит стримить. Да, два часа скоро истекут. Ну, у меня только час прошел. Ну, это у тебя. А всего это два. Людям смотрите. Ну, ничего, три можно. Да, Женя потом обрежет. Я думаю... Он у нас это самое. Мастер обрезания. Я ловчий скажу, а то забанят. Я мастер обрезания. Не стеклинирую. Коллеги, 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 надо все-таки это... А я ничего такого не сказал. Смотрите, что я хочу сказать по поводу этих городов, вот этих фотосъемок и вообще фотографий, которые относятся к 1870-80-м годам. Ребят, это были фотосъемки, ары фотосъемки, да? Скорее всего тех мест, которые только-только начали завоевывать. А фотографии это... Перезаселять. Завоевание было чуть раньше, уничтожение. Да, уничтожение раньше было. Почему люди в города не вселялись? Да потому что камни ну лет 40-50 фонят. Понимаете? Потом ближе уже переселились, начали простые деревянные домики строить. В большинстве случаев много лесов перестало вообще существовать. Много из того, что осталось, порезали на вот эти вот деревянные домики. Так что... Поэтому все было так уничтожено, поэтому все было голо. Но тут тоже вопросы к лесам очень серьезные. Действительно много фотографий тоже Белоруссии и вообще еще в 20 веке, ближе к середине, во время Великой Отечественной войны, действительно мало лесов. Они есть, да, но они молодые. Ну так они же не сразу заселялись. Это естественным путем прошло заселение, потому что это план Сталина по преобразованию природы только в 50-х начал реализовываться. когда было... Пошло массово за осеменение, скажем так, засаживание лесами. А естественно-то путем они очень нескоро, очень нескоро распространяются леса. То есть все нормально. Ну деревья, да, растут вот лет 30-40, допустим. Смотри, блин, это значит... Дениска, Дениска пишет. Блин, похоже, что оттуда фоткали, откуда и обстрел вели. Ну, конечно. Отличные фотки. Фотки? Ну, с высоты, но не совсем. Первая аэрофотосъемка, конечно. А карты каким образом делали, да, такой высокой точности? Это естественно тоже... Не надо, я показывал. Я показывал, как делали карты. Да. Брали шагомер этот. Шагомер. Как землемер. И поперли мерить землю. Через гора, через леса. Да, пешочком, а как еще? И вперед, на пролом. Смотри, 1922 год. А, Нью-Йорк 1850 или 22? Давайте... Слушай, это странно. Три даты. Это что за нафиг? Прикольно. Давай зайду на сайт, посмотрим, что это за Нью-Йорк у нас такой. Нижний Манхэттен написан. Да. вот это, кстати, интересно. Ну, давай, давай, загружай. Это тот Нью-Йорк, который в это же время... Солок. Нет, даже раньше. Это после захвата уже, но опять давай обратим внимание на здание. Кто их и когда строил, друзья? Да, или поскреба. Солок нашли. Когда не поскреба появилась. Да и статуя свободы явно стояла не в воде, да, как бы, как она сейчас стоит, а явно на какой-то горе она стояла. Как и все. Статуи, между прочим. На звездных крепностях. На хорах. Да. Вон, видели, да, в Мексике или где стоит типа статуя Иисуса? А, в Бразилии, да? В Бразилии. Рио. Рио. Статуя свободы, она, можно сказать, в воде находится. Статуя свободы стоит на звездной крепости как символ победы над звездными крепостями, которые сопротивлялись, которые были центры. ее вообще-то с Гекатой сравнивают. Это богиня короче смерти. это символ наших захватчиков, который попирает ногой и стоит над поверженной звездной крепостью. Но, скорее всего, это тоже как бы присвоенные названия и вообще выдуманные названия, потому что, что мы возьмем там одни знаки, другие знаки, да, которые себе причисляют некоторые личности, некоторые народы. Вот. Они относились совершенно к другим вещам. шестиконечники. Чаще всего это шестиконечники звезды. Значит, давайте зачитаю. На фото можно сказать самое начало гонки в небо. Самым высоким зданием в Нью-Йорке тогда был 20-этажный небоскреб Парк Роу Билдинг 1899 года постройки. При внимательном рассмотрении его можно найти на фото. Самым же высоким зданием в мире в 1906 году считался Сити Холл Филадельфии. В 1908 году его на этом посту сменит 47-этажный небоскреб Зингер Билдинг. И до 1973 года титул самого высокого здания больше не покинет Нью-Йорк. Зингер Билдинг принадлежал той самой компании Зингер, но к сожалению не дожил до наших дней. Друзья, скажите пожалуйста, вы здесь видите 20-этажное здание? Я здесь вижу 100-этажное здание. Да, да, да. Их дохрена. Более того, ни одной реальной фотки строительства того же Empire State Building нету. И это явно допотопное здание. Вот это здание я бы не сказал, что тут 26 этажей. Тут этажи нафиг, блин, 40, наверное. Так, о чем мы говорим? Есть куча фоток. Есть хороший канал, рекомендую, это Джон Леви, англоязычный канал. И вот он первое, кстати, пули снегопада, такое понимание, что вот зачем уничтожили небоскребы, скопировалось с одного из видео этого Джона Леви. Замечательный канал, и он задает себе вопрос. Вот здание 880-го года многоэтажка с куполом наверху, то есть, ну, допотопная явно. Он называет Тартария на Китэкче, то есть, ну, они Тартарии все бреют. Ну, я называю это допотопная архитектура. И во всех этих стоят купола, во всех многоэтажках, и они все 40, 60, и даже 80-этажные. И он делает хороший обзор, как можно жить без канализации, без водоснабжения, без электричества в этих домах, потому что это нереально. Как без лифтов подниматься? Илья, но самое интересное, да. Я просто еще добавить про купола, что там именно купола особого типа, вот, чем характерен именно Нью-Йорк, да, что там много именно пирамид наверху. Это пирамидальные купола. Те же рупорные антенны, либо это ризанцы Геремгольца, да. И так и обычные есть, как вот Маковки церквей у нас, это Резанутер Геремгольца, и самое одно из высотных зданий принадлежало почтовой службе. И он спрашивает, это же сколько марок нужно продать, чтобы построить такое здание. Нам же втирают, да, и вот это стало таким слоганом, и притча во языцах, то есть там во всех комментариях пишут, что это просто круто было. И вопрос, сколько марок нужно продать, чтобы к 880-му накопить денег на такое здание. Просто-напросто завоеватели пришли, и вот это будет вот такой корпорации принадлежать это здание, это якобы такой, а вот это будет государственная библиотека, потому что вокзал Нью-Йорка, посмотрите, великолепный дворец, то же самое городская библиотека, явно допотопное здание, официально 1910-й год постройки, но оно явно, во-первых, закопано первые этажи, во-вторых, это стиль, который огромная, высота потолков, это тот же Эрмитаж, только он, я думаю, даже покруче будет, только мы из Эрмитажа сделали, и мы из Эрмитажа сделали музей, а там просто библиотека, которая якобы в 1910-м году построена, но там ничего нет, ни про ковбоев, ни про индейцев, ни про доллар святой для американцев, ни одной статуи, а там одни сплошные римские боги, так называемые, и доллар всегда молодой, и юный, ваша он впереди, голые тетки, ну соответственно статуи везде, и барельефы и так далее, львы, опять же как в Питере, то есть каким образом львы к Питеру относятся и к Вашингтону, и к канадским зданиям парламента в Канаде то же самое, я уже отвлекся, Илья, по поводу здания, НН пишет, интересно, как в то время могли строить такие высокие дома, в корзинах кирпичи вверх носили, действительно, это самые крутые, очень крутые здания, да, кирпичные это понятно, где сто кирпича взяли, но там не кирпичные, самый притом, это Битон вообще скорее всего, монолит, да, гранит, там блоки, здания, конкретно такие здоровенные, или монолит, обзор, да, по вот этой Нью-Йоркской библиотеке, YouTube уничтожил ролик, просто, просто снес, и по высотке, которая сейчас еще осталась, которая якобы 800 какого-то года, единственное осталось, там внутри заходишь, и там четко не наша архитектура, и не наши материалы, но YouTube эти ролики уничтожил, попробую восстановить, и сделать иначе, но, но опять же, нарушение авторских прав, канал еле развалит, в общем, вот как зарисовали того чувака, который якобы нафиг это все фотографировал, представляешь, как его болтало, нахрен, в этой корзинке, бедный, как он не, так он не рухнул оттуда, вместе с техникой, а да, кстати, хочу поприветствовать, Янина, в прямом эфире, спасибо вам за, за помощь, вот, за душевную помощь, то есть, в каких-то вопросах жизненно необходимых, вот, и спасибо за участие, что вы с нами, заинтриговал, а я в свою очередь приветствую Лесяку, Улыбаку, приветствую Световую Эвтаназию, какие имена-то классные, Мечтариум, Ухо Путина даже есть, не, Мечтариум, кстати, игра прикольная есть, про робота, есть, очень интересная логическая игра, да, но я в свою очередь еще раз повторю, дорогие друзья, кто присоединился, или еще что, я хочу сменить камеру, так что открываю сбор на камеру, средства, если у кого есть возможность, помогите материально, ссылочки будут в описании под стримом, под видео, в общем, Сбербанк и Донейшн Агерс, заранее буду вам благодарен, я вообще считаю, что сделать, люди по возможности, если помогут мне купить камеру, я эту камеру просто разыграю среди донаторов, вот это будет правильнее, ты имеешь ввиду, которую, ну, которая у меня сейчас Сонька, я ее разыграю, ну, как только я куплю новую камеру, эту я разыграю, это будет действительно хорошим подарком человеку, а насчет логотипа, ну, и логотипчик будет, я, кстати, разрабатываю логотип, потому что этот логотип я где-то взял, мне нужен свой, личный, вот, и по поводу маечек, я тоже помню, осенью мы сделаем тоже среди ребят, которые помогали за все это время, пару маечек я сделаю с логотипом глобальный вопрос, и тоже разыграем. Нам, наверное, все-таки пора тоже какие-то свои майки сделать, но, естественно, у меня, я сделаю, у меня, у меня, у меня точно не получится, потому что Евгений Макаров это логотип, можно сказать, надо, надо, менять название канала, Макар ТВ, что ты? Макар ТВ. Как в одном из комментариев было у меня, спасибо стриму глобальный Макар, что я узнал от тебя, Цельнозор. Вот видишь, видишь как. Так что, давайте сделать объединенный глобальный Цельный Макар. Точно. Глобальный Цельный Макар. У меня глобальная голову пришла, это ужас, лучше, наверное, вслух не говорить. Уже заинтриговал, да? Глобальная Макарова Целька, елки-палки. Это перебор, все. Да я вкупу. Уже отвлекаю. Глобал Цельный Макар, друзья. Цельный Макар, точно. Глобал Цельный Макар. Пишет, причем тут сортиры, бактерии. По поводу нефти пишут, что нефть это, короче, продукты жизнедеятельности, да, которые в земле провалялись целую кучу времени. Друзья, скорее всего, это так, потому что, если вы будете старые, из пятиэтажек, старинные, ну, скажем так, которым уже 50-60 лет канализации, да, трубам чугунным, будете их снимать, блин, соответственный характерный запах, несколько даже на газ, кстати, похож, и черный налет. Вот насколько бы это противно. Это одна из версий, да, согласен, я просто изучал вопрос немножко в меру своих скромных сил. Действительно, это одна из версий, и это реально все так и есть, но в то же время не забывать, что под гранитной плитой, допустим, во Вьетнаме, да, в Вьетсов Петро есть такая компания, месторождение, и там вообще замечательно, то есть на глубине двух километров под плитой пятьсот метров, я не знаю, кто там вообще решил что-то бурить, но они вот, вот точно ничего органического под плитой пятьсот метров на глубине океана два километра, ничего не может быть. Действительно, теория происхождения нефти из, скажем так, естественных, во-первых, это возобновляемое ресурс, во-вторых, потому что все даже затампонированные скважины, они через 25-30 лет начинают снова фонтанировать, именно фонтанировать, как вот, допустим, в Татарстане старые скважины открывают, и они снова, у них хороший дебет идет. В то же время есть иная теория, что это действительно кровь земли, и действительно земля производит это, и вот, чтобы достичь две цели, первое, изменить количество кислорода, второе, некое терраформирование произвести, и в то же время обескровить нашу землю, вот нас подсадили на сжигание нефти, и никогда это не закончится, никакой на электричестве электромобили не начнут производить массу. Да, конечно, не начнут, а по поводу заполняемости, да, возобновляемости нефти, ребят, ну, люди-то в туалет постоянно ходят, понимаете, а города, почему людей в города сгоняют? Не для того, чтобы ресурсы добывать? Ну, это еще другое, это большой муравейник, 5G муравейник, нас хотят сюда загнать, да, не от земли. Все, вот всем хорошо. Еще, еще насчет золота, можно сказать, то же самое, есть информация, что и золото производится бактериями, а не какими-то там залежами образованными, то есть оно не получилось в результате каких-то залежей, каких-то отложений, да? Есть теория, еще опять же, в клинусь, такая, что, соответственно, грани, тетра, додека, эдер, земля, это такой растущий кристалл, земля-кристалл, и вот по грани кристаллов в определенных местах в узлах кристаллической решетки определенные месторождения и залегают, об этом есть хорошая теория, можете сами поискать, и золото тоже, это нервы определенные земли, энергетика земли, хорошая, в первых золото, да, в самых хороших местах, оно для определенной цели, поскольку земля-то кристалл разумный и растущий организм, сейчас мы просто по-пашке дали хорошенечко, так это опланирует, привезу губа тот, кстати, по поводу золота, Илья, вот смотри, такой прикол, не обращал внимания, что золото добывают, ну, вот эти кусочки, как будто сплавленные вместе. Да, оно так, скажем так, растет, есть еще одна теория, что золото появляется в определенных местах и определенных обстоятельствах, но в то же время золото начинает добывать первое из-за уже сжигания угля, в угле его много, и вот после сжигания ставят там плюс-минус катод-анод высоководный, но еще одна версия действительно, что в фекальных стоках золота в восемь раз больше, чем в той пище, которую люди потребляют. И вот есть еще одна версия, что с помощью ионобменных смол и операций из-за любого раствора водного можно добывать очень много ценных металлов, и это так и делается. И уже ставили, были эксперименты, потом об этом сразу замолчали, но у меня есть такая версия, исследование читал, что вот новые атомные электростанции, которые ставят в определенных местах, вот и в Европе, вот в Индии, в Бангладеше и прочее, там система водоподготовки и водоочистки сделана так, что с помощью этих вот ионобменных смол из этого насыщенного раствора кое является вода, прогоняя большое количество воды, то есть электричество там уже по-моему вторично, там еще несколько технологий такие включили, которые позволят окупить строительство другими вещами, даже не электричеством. Смотри, Святой Астаназий пишет, вы что несете, из мантии поднимаются вулканы, газы и полостях под давлением превращаются в нефть и газ, это надо знать. Ну, во-первых, все вулканы это терриконы, почему это терриконы, потому что есть огромные карьеры, вот кстати у нас даже в стриме человек написал, сейчас я наверное найду, Гранд Каньон допустим в Америке, это что по-вашему, не карьер? Ну вот посмотрите мое видео, не наши карьеры, у родного карьера 19 века, на мой этот хорошее видео, я там смонтировал, там хорошо показано, что такое пустыня, что такое да, это Гранд Каньон. Да, давайте учтем то, что такие громадные карьеры были, что по-вашему, никуда грунт не ссыпали переработанный, вот вам и огромные вулканы, тот же везутый. пустыни, это отвалы. Илья, насчет ты говоришь воды, да, из воды можно добывать вообще все, все необходимые там, минералы, какие-то буквально металлы ценные, просто пропускается искра, разряд, и образуется все, что тебе надо в большом количестве, причем превышает. проводил так эксперимент, подавал 200 тысяч вольт на разный. И это все, ты прав, это все загнули, замяли, типа, где-то не надо, да, зачем нам просто так получать, надо нам где-то что-то копать, что-то рыть, кучу уничтожать землю, сжигать кучу бензина, там это, потому что друзья, ну теперь солярки про время, да, наверное, я теперь про время вам напомню, хорошо? Давайте, наверное, потихоньку заканчивать, а в среду проведем пораньше стрим, сейчас уже 10 часов, я никак от поездки отойти не могу. Еще. Да, спасибо всем, согласен с тобой, Роман, давайте у наших зрителей, которые захотят посмотреть наш стрим позже. Да, огромное вам спасибо, что участвовали, вот, еще раз напомню, если есть желание, возможность у кого-то помочь, буду очень благодарен, в общем, надо камеру покупать, хорошую, которая со стабилизацией, с нормальной, с нормальным зумом, которая мало трясется, и есть возможность петличку подключить. Вот, ну, а с вами был канал Евгений Макаров, канал, канал Цельнозор, и я, канал Глобальный вопрос, спасибо вам всем, что были с нами. И возвращайтесь к каналу Глобальный Макар в ближайшую среду. Негодное радио. Так, слушай, а что, сколько идет? Два часа? У меня два часа идет, отлично. Фу, как мало, Жень? Так, даже я еще не остановил. А мне говорят, продолжи. Ну, мы продолжим в среду, действительно. На самом деле, на канале, на большом канале лучше понемножку делать. Во-первых, больше просматривать будут, да и как-то больше. Больше двух часов никто не смотрит. Да, да, я предлагаю так, сейчас небольшой перерывчик, а если я захочу, то я часика через два запущу. Хорошо, друзья, давайте договоримся так. А сейчас небольшой перерывчик, потому что мы реально все немножечко подустали. Ну, а я, наверное, попрощаюсь до среды. Вот, и завтра выйдет еще одна заключительная серия по поводу поездки в город Азов, но уже мы посмотрим золотые украшения кочевников. Аналогично, Окей, давай, давай. Хорошо, друзья, тогда перерыв, и через некоторое время, кто еще захочет, продолжим. Так, но только недолго. Миш, я, наверное, в районе восьми, до полдевятого мы начнем. В среду. В общем, до связи, друзья.